приветствую вас друзья вы на этом канале все для клёва сегодня на 6 декабря 2019 года всех защитников украины поздравляю с праздником с днем сбройных сил украины сегодня мы на днестре и хочется поспрашивать у рыбаков как рыбалка что ловится ну и если такое как плата на днестре друзья это очень интересный скажем так момент когда продолжается какие-то сборы денег за ловлю на днестре и мне интересно узнать почему это происходит кто затем стоит и за что платится деньги приставать алексей здравствуйте александр здравствуйте всем подписчикам youtube канала все для клёва хочу вам рассказать сегодня мы находимся между сорок третьем и сорок четвертым километром наш коллектив сегодня насчитывает около 150 человек который вы видите мы занимаемся сделали помосты почему мы сделали помосты потому что в нашем коллективе очень много пенсионеров очень много чернобыльцев которые просто не могут ходить по болоту это первое второе сделав эти помосты мы так считаем что там где есть помосты также растет и камыш растет и трава который не затаптывается фауна все остается живое есть куда прятаться мальку потому что там где нет помостов просто вытаптывается все полностью в черный берег там вообще ничего не не растет но скажите вот эти помосты они бесплатны вот эти помосты да они были бесплатны когда когда ребята их изначально делали они все были бесплатны потом пришли сюда люди пришли сюда люди и сказали кто именно одного человека вы здесь оставляете один раз в неделю дают добро рыбачить бесплатно а остальное все время эти помосты продаются не продается только на сегодняшний день это наш помост и не продается борис николаевич вот это те люди которые противостоят сегодняшний сбору денег на этом берегу остальные помосты все продаются ну хорошо скажите а кто и кто собирает эти деньги собирает деньги здесь марьян марьян кто такой марьян марьян я не знаю он два года назад здесь также появился а кто он такой документов у него никаких нету на эту территорию да то есть он не арендовал ничего не арендовал ничего нет потому что на эту территорию у нас подано коллективное зверденье на бесплатный лоб хорошо вот и тут часто словить я правильно понимаю да мы здесь находимся если не я то наши ребята здесь можно сказать постоянно ну скажите вот он реально вывозит мусор вот он собирает он собирает мусор ну хорошо разве не может рыбак сам взять мусор и вывезти конечно может вот сзади нас стоит рыбак которому я задавал вопрос вы за что платить ему за за что платить деньги он говорит за мусор я ему задаю вопрос почему за собой не вывозите мусор он говорит вывожу так а за что тогда вы платите деньги у нас вот эта территория вот на наша территория она вся убрана за нами не надо убирать мусор мы сами за собой убираем мусор если надо мы даже выезжаем и помогаем другим ну а поскольку денег он собирает зависит там дальше за помостами там за помост где заканчивается помост и там просто берег так с берега идет 100 гривен полдня 50 гривен сутки 100 гривен а с помоста 300 гривен человек 300 гривен то есть помост занимает человек и 300 гривен по 300 гривен он платит за него вот я я смотрел последнюю вашу рыбалку и видел вы стояли на территории 44 на ради было перекопа да 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 сегодня там уже закопано это же у нас идет борьба закопать там и там раньше стоял забор мы добились того чтобы убрать этот забор сейчас уже закопали там а яму и тут стоял кунг их не марика тоже хорошо вот эта земля на чья считается вот этот эта земля это территория лесхоза я правильно понимаю да это народность от моста по 45 километр это территория любительского нового да она лесхоза лесхоза да то есть если задавать вопрос о том кто собирает деньги надо спрашивать у лесхоза я правильно понимаю да а лесхоз это получается в каком населенном пункте троицкая в троицком до троицком то есть получается что они могут дать реально ответ является ли работник тут марик марьяна их работа он вообще к че-то работ может он нет он вообще никто они говорят мы мы ему разрешаем смотреть за этой территории вот я задаю прямой вопрос в лесхозе за то что он убрал мусор яру за то что он убрал мусор значит вы даете добро ему снимать деньги мы за деньги ничего не знаем яру так получается вы его покрываете тогда получается свободно приезжаете видите помост свободны стали и рыбачьте никто вас отсюда не выгонит я вам объясню вы не думаете что кто-либо здесь из нас хозяин здесь нет хозяева здесь мы все хозяева и вы также сюда приходите и тоже должны считать себя здесь хозяевами и убирайте как у себя во дворе будьте хозяевами своей земли то есть получается что вот эти все помосты можно включить в общий список вайбер-сообщества и распределять эти эти же помосты на очередь на бесплатную очередь рыбаков правильно конечно я александр вам вам еще хотел сказать на уборке территории мы вторую машину догрузили мне пришлось уехать я на обед у вас не остался мне пришлось уехать я тогда хотел у нас не хватает людей я хотел вам сказать что вы вы можете также от своих людей тоже пусть приходят пусть здесь рыбачат они пусть не думают потому что за одного человека думают все пятно падает на нас они думают что мы снимаем деньги за эти места здесь кто-то здесь из нас со 150 человек есть они знают что никто здесь никогда не взял ни копейку я понял но эти места начинаются от этой насыпи я правильно понимаю вот с этого пятачка и вот это тоже ваше место да и вот это решу ваше место вот с того помосты начинается стопом что прямо от изгороди да да от изгороди вот это все ваши помосты да вот эти наши помосты и уходят вот за теми ребятами есть последний помост это 7 помостов пока мисс наша на сегодняшний день ну вот эти 77 помостов это это еще не окончание мы хотим идти дальше на встречу александру александр идет с 51 мы идем мы тогда с алексеем говорили мы идем отлично таких как кто собирает эти деньги но просто общими усилиями мы просто изгоним отсюда вот и все добрый день добрый день как вас зовут вот тезка да супер александр вот вы стоите здесь сейчас на помощь сюда скажите вы платите деньги сколько кому отдавали деньги как вы считаете эти 50 гривен нужно давать или нет действительно эти деньги куда-то на уборку там еще что-то или на улучшение территории то я бы не против но в принципе мы даже не знали об этом но теперь знаете да теперь и будете платить нет точно нет 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 смысла правильно я вас понял спасибо так ну вот это получается вот 1 помост 2 до 3 помост об машину где ставить а там вот надо на цепи да а оттуда же до понял пойму это 4 вот друзья можно вставать и не платить бабки неким марьяном и так далее вот еще один помост рыбак по телефону разговаривает здравствуйте можно вас два слова спросить меня зовут александр как вас зовут николай николай очень приятно вас youtube-канал все для клёвы может быть вы что видели или слышали нас да смотрите да отлично выскажите что-то ловится сегодня ничего не ловилась ничего не клевала ничего понятно ну не каждый день а вы как на день до вечера до вечера до вечера понятно рай ловите или или христи карпа поймать хочу поймать карпа но как получится понятно скристи а вы что-то тут платили деньги это я нет вообще планируете платить бесплатно да бесплатно вроде бесплатно это бесплатно да ну ну правильно все правильно так и делаете не надо никому ничего платить да а это ваша команда я понял вас хорошо все все хорошо так вот это большой помост это тоже важно классный помостик добрый день youtube-канал все для клёва но александр вы знаете да смотрите да 1 1 и здрасте как его зовут то ли очень приятно никола очень приятно николай что тут ловится что-то только приехали пробуем что поймаете но вообще как на леща на карпа я карпа на леща что будет горошек ну и вижу нормальные рыбаки не там не нарушайте количество удилищ да какой нам 5 кури крючкова на пока только 3 ну правильно правильно скажите пожалуйста вы здесь вы здесь кому-то платите и нет никому это нам алексей организовал здесь рыбал то есть бесплатно от ему сделали паку срезали полотопалатку с мусоровали это дело в общем короче говоря доброжелатели понимаете да ну какие дела есть такие люди бухим судья как говорится да 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 конечно но ничего страшного как говорится это как его возвращается бумеранг до бумеранг вернется вернется конечно понятненько александр видите вы подошли к рыбакам эти рыбаки даже меня не узнают что сзади них стоит алексей который им организовал меня люди даже не знаю понимаете вот у меня рыбачат люди которые меня не знают приезжают и бесплатно пусть вот кто из них скажет был сбор сбор был один раз год скинулись а по 200 гривен сбили вот этот лес все было куплено завезено это сами рыбаки скидывались хотя меня люди не видели еще в глаза это мне тоже приятно слышать что и так же как и я до этого говорил я призываю ребят пусть присоединяется мы планируем уширяться вот где нету помосту виде как фауна вы выбитого да 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 и и и хотел сказать еще о помостах которые некоторые люди возражают по поводу помосту сзади нас стоят деревья если бы мы сюда не сделали тропу оттуда во нельзя было рыбачить кидать деревья просто нам бы мешали бы рыбачить удары и деревья были бы спилены эти сломаны были бы были бы спилены сломаны и срубаны из-за этого приходилось выводить сюда дорожку и делать здесь помост понятно а тут была палатка до которой порвали до прошлой ночью не вот это я прошлой ночью вот у стояла буржуечка на на газовом отоплении она на газу у нас горела и они ее не сняли они ее срезали видите с корнем ну понят чехол остался боженька он все видит да это и дело дело в том что понимаете и и не то что вы украли тут половина трубок от нее осталось они именно гадость сделали просто гадость от того что мы здесь не находились и вышли отсюда понятно хорошо пройдемте пройдемте дальше посмотрим еще что там сколько еще посчитали уже 6 6 6 помостов да так что друзья вы видите что здесь ловить можно и нужно поэтому и призываю вас здесь классно проводить время в тот период когда мы не можем не можем сюда за заехать машинами когда ляпает дочь мы сделали тропу сделали тропинку чтобы оставлять машины на дороге на дороге вальте да и сделали сюда чтобы рыбаки могли переносить свои вещи а то туалет шли поставили до брезентов и туалет на массы массы супер потому что приезжают приезжают женщины приезжают дети им просто по кустам бегать тоже один общий туалет мы поставили для женщин так вот это вот я понимаю чисто марьяна вотчина да да наша территория на которую мы подали доходит на вот это и вы 370 метров то есть этот у нас тоже вашей получается вот этот помост тоже наш а дальше уже сбивается марьяном и там идет полный ход сбор денег быть феодалом в нашей стране уже становится не модно понимать их куча феодалов было уже давно давно все по выезжали и некоторые уже включает мозги и прекращают заниматься такой херней извините за выражение сразу видно отличаются потому что они сделаны только чтобы сбить рыбака деньги а помост ни о чем потому что на нем не рыбачить нельзя на нем можно рыбачить но устра страшненький страшненький помостик вот такие помосты непонятные стрёмно конечно и стоять ну вот друзья вот такая ситуация когда был выкопан этот ров и стоял забор вот я поехал в лесхоз газету лины людмилы григорьевны сказал что так и так такое у нас происходит она год о заборах и рвах я ничего не слышала мы собрали собрание и после этого началось здесь чуть-чуть убираться закапываться и но начали к нам прислушиваться после этого да кстати к ней тоже есть очень много вопросов я ты думал что вариант они последнее звено в этой цепочке по сбору денег вот этот иван иваныч тоже хочется мне узнать кто он такой и насколько он здесь промышляет скажем так в общем будем разбираться будем разбираться и спрашивать с людей пора уже спрашивать в конце концов оттуда безнаказанность порождает вседозволенность пойти мне теперь когда эти места в альберс общество все для клево днестр у вас с количеством рыбаков здесь проблем не будет я хотел бы это видеть ребята относитесь как своему что я вам хотел сказать самое главное относитесь а так чтобы помните что у нас есть дети и мы должны после себя что-то им оставить мариан если ты мне сейчас видишь и слышишь надеюсь тебе этот ролик обязательно скинут что ты посмотрел я готов с тобой встретиться в любое время на этой территории или на любой другой напиши в комментариях под этим видео где тебе удобно я туда подъеду мне просто интересно узнать за что ты здесь берешь деньги такие как 300 гривен с человека с промоста за что даже ты берешь 100 гривен человека с земли за что ты берешь 50 гривен за полдня рыбалки неужели тут столько мусора что столько стоит его увозить или это махровая колерованная коррупция которая есть в лесхозе мы обязательно друзья узнаем и докопаемся до правды и хотелось бы обратиться к правоохранительным органам пожалуйста заинтересуйтесь этим вопросом потому что это она уже достала уже понимаете на ровном месте вот так сбивается бабло сколько можно в конце концов друзья вы были на youtube канале все для клево если видео понравилось ставьте лайки распространять это видео чтобы все видели все видели эту махровую коррупцию и чтобы эти все коррупционеры исчезли с нашей земли с нашей украины уже надоело и с ними будем бороться нещадным образом нещадным